Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому посланию Коринфянам, первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем читать и исследовать десятую главу этого послания. О содержании этой главы. В этой главе в основном апостол Павел продолжает развивать свои мысли, которые изложены в предыдущей главе. Первое. Он предостерегает Коринфян против самоуверенности, приводя в пример иудеев, которые, несмотря на свои привилегии духовные и исповедание веры, были очень сурово наказаны Богом за их многочисленные грехи и преступления. Об этом мы читаем в 10 главе первого послания Коринфянам с 1 по 10 стих. Вторая тема. Здесь он резюмирует свои первоначальные рассуждения, то, что было в 8 главе, об употреблении в пищу идоложертвенного. И он показывает, что некоторые выводы, к которым приходят люди, они ничего общего не имеют с христианством. В этой главе этому посвящен текст с 15 по 22 стих. И третья тема поясняет, что хотя они и не должны есть идоложертвенное мясо как таковое, то есть как форма почитания идола, однако могут покупать на торгу то, что продают, и за столом у язычников в жилище с молитвой вкушать. Это стих 23 по 33. И мы читаем с 1 стиха и ниже. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком». Вот здесь интересная такая логика апостола Павла, ведь коринфяне — это в основном не евреи, которые уверовали во Христа, это в основном язычники, которые уверовали во Христа. Но так как в экклезиологии апостола Павла все, кто верят во Христа, — это новый Израиль, ибо, как он пишет в послании к римлянам, не тот иудей, кто наружно таков, и не то обрезание, которое на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое на сердце. И ему похвала не от людей, но от Бога. То он проецирует вот эту ситуацию, как будто все, и уверовавшие из язычников, и уверовавшие из евреев, тем более находились под этим облаком, выходили из Египта, в конце концов. Это такой перенос древней исторической реальности на ту реальность, в которой они жили. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, это тот самый огненный столб, который днем он был как такое облако осеняющее, светлое, а ночью как огненный столб. И все прошли сквозь море. Море, через которое прошли древние иудеи во время выхода из Египта, это образ крещения. И если все члены Каринской общины крещеные, то в некотором смысле на них исполнился этот образ. И все крестились в Моисея, в облаке и в море, то есть действием благодати. А Моисей указывал на Христа, который истинный освободитель не только одного еврейского народа, а всех народов, племен и языков. И не только от египетского рабства, а от рабства греху, от рабства дьявола и от рабства страха смерти. И все ели одну и ту же духовную пищу. Имеется в виду, что в течение сорока лет вкушали манну с неба. А манна с неба – это прообраз небесного хлеба, когда Христос говорит, «Я есть хлеб, сошедший с небес», имея в виду святое причастие. И все пили одно и то же духовное питье. Это когда была засуха, и из скалы текла вода. Скала – это вообще один из образов Христа. Цур, Исраэль, скала Израиля, есть такое словосочетание. Для нас это Христос, а вода, истекаемая из него, это Евангелие. Мы живем этим текстом. «Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Все это происходило с ними, то есть с древними евреями, как образы, а описано в наставлении нам, то есть христианам, достигшим последних веков. И вот все эти образы Ветхого Завета, они исполняются в событиях Нового Завета, а в свою очередь события Нового Завета, евангельская благодать, указывает на жизни будущего века в царстве славы. И Павел пишет далее, «Но не о многих из них благоволил Бог». То есть, да, вышло-то из Египта много людей, но очень многие не дошли. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, и это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Здесь прямая аллюзия со словами апостола Павла в послании к римлянам, где он пишет, «Если Бог не пощадил природных ветвей своих, то есть евреев, потомков Авраама, Исаака и Якова, смотрели, пощадить ли тебя?» Произошедшего от язычников. «Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть». Здесь прямая аллюзия на такое понятие, как мецехек. Мецехек – это еврейское слово, которое означает «играть перед идолами». Мецехек – это покушаться на жизнь других людей, когда играют с оружием. Есть такой сюжет в книгах «Царств». И мецехек – это какие-то развратные действия. То есть играет кто-то с кем-то. И таким образом, идолопоклонство – это начало смертоубийства, блуда. Идолопоклонники Ханаана, они использовали мужскую проституцию, женскую проституцию. И это была храмовая проституция. И в римском мире некоторые матроны, богато обеспеченные женщины, шли на неделю, на две в какой-нибудь храм обслуживать мужчин. И все средства, которые получались с храмовой проституцией, какой-нибудь матроны, они шли на храм. И вот эта реальность, она ужасна. Идолопоклонство – это не просто заблуждение, это и нравственное падение, а то или иное. В блаженной памяти отец Даниил Сысоев пишет, «Апостол говорит о последствиях чревоугодия, когда Моисей поднялся на гору, чтобы получить скрижалие откровения. Народ сел поесть и выпил, и стал играть, то есть совершать ритуальные оргии. Эти оргии привели к тому, что люди потребовали дать им золотого тельца, они потребовали Бога, которого можно пощупать. Дело в том, что идолопоклонство связано с огрублением человеческого разума, из-за которого люди не могут видеть и чувствовать духовный мир, духовные радости. Людям хочется чего-то более ощутимого, поэтому они и создают себе золотого тельца, которого можно пощупать. И это реальность, в которой мы живем. Да, сейчас нету древних форм языческого поклонения, ну где-то есть только на периферии. Но есть культ золотого тельца, это преклонение перед евро, долларом, преклонение перед криптовалютой и так далее, и так далее. Все на алтарь собственного гедонизма и собственного обогащения. Поэтому, когда апостол выступает против идолопоклонства, имеется в виду и разврат, когда он выступает против блудодеяний, имеется в виду и религиозная неверность. И восьмой стих «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи». Двадцать три тысячи. Профессор Десницкий поясняет, здесь Павел ссылается на книгу чисел, 25 глава, с первого по девятый стих, где описано, как 24 тысячи израилетян погибло в наказании за блуд с моавитянками. Апостол говорит о 23 тысячах умерших израилетян, так как, возможно, речь идет о приблизительном числе погибших, или он, возможно, не включил сюда тех, кто был убит начальниками народа. То, что описывается в числах 25-4. И далее мы читаем слова апостола Павла. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». То есть любая попытка выступить против воли Христа, она суицидальна. Змеи, демоны сразу собираются вокруг таких людей, которые бросают вызов Евангелию. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Все это происходило с ними, как образы, описано в наставлении нам, достигших последних веков. То есть в одном случае змеи уменьшивляли этих людей, в другом случае ангел-истребитель, ангел смерти. Святитель Феофан Затворник пишет, «Обстоятельства поражения израилетян змеями определяет случай, на который указывает апостол Павел. От горы Ор, слово Ор означает свет, направились израилетяне к Черному морю, то есть удаляясь от света, Синайского откровения, в обход земли Идомской и, возмолодушествовав, начали роптать на Бога и Моисея, говоря, «Зачем вывел ты нас из Египта, в пустыню, где нет ни хлеба, ни воды? Уморить, что ли, нас здесь?» За это прогневался Бог и послал на них змей. Святой Давид, изображая все, чем прогневляли израилетяне Бога в пустыне, в 77-м псалме то обстоятельство, что израилетяне желали лучших яств, назвал искушением Бога такое их деяние. «Искусиша Бога и реша», то есть, говоря, «Еда, возможно Бог уготовать и трапезу в пустыне?» Святой Павел это выражение «искусиша» от обстоятельства, о коем говорит пророк Давид, перенес на тот случай, когда израилетяне в малодушие жаловались на скудость пищи, хотя тут, собственно, был ропот на Бога. И Павел приводит все эти образы для коринфиан, потому что все, что происходило с древними евреями, как пишет сам Павел, это прообразы, что может произойти с нами. И Экумений, древнехристианский экзегет, пишет, что главное искушение со стороны иудеев, они, искушая Христа, требовали знамений, требовали чудес. И, возможно, коринфиане тоже требовали каких-то знамений, чудес от Павла. И вот те, которые требуют чудес, гоняются за чудесами, эти люди в группе риска, именно они примут Антихриста и поклонятся ему, и примут его печати. Смотрите, что мы находим в книге Откровения, 13 глава, с 11 по 15 стих «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, он имел два рога, подобно агнчим». Что значит «подобно агнчим»? Как смиренный агнец выглядел Антихрист. «И говорил, как дракон, а речь-то его злая, он действует пред ним со всей властью первого зверя, и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря, живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Это Откровение 13 глава 11 по 15 стих. Вот когда главный чудесник придет, это и Антихрист, и зверь, и дракон, и лжепророк, это такой конгломерат царства Антихриста самой разной формы соблазна и искушения. И Павел пишет далее, «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Это 12 стих 10 главы. Если мы думаем, что все нормально, наша вера имеет твердые какие-то устои, это опасное самомнение. 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Вы знаете, я очень часто ссылаюсь на этот текст. Этот текст вдыхает надежду в наши сердца, что Бог действительно не попустит нам искушений сверх наших сил, и в самом искушении даст некое облегчение, то есть Бог всегда соизмеряет, можем ли мы перенести то или иное искушение или нет. И 14, 15, 16 стих. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения, а убегать идолослужения, мы уже выяснили, это убегать жестокости, даже человекоубийства, блуда, храмовой проституции и прославление идолов на музыкальных инструментах. Все это слово мацехек, игра, развад и агрессивные руки. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения, я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю». То есть я обращаюсь к вам, вы должны понимать то, что я говорю. Сами обдумайте, возможно ли совмещать одно с другим. И далее он говорит о самой великой святыне и сравнивает с тем, что нам подсовывает дьявол. чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. То есть мы причащаемся такой святыни, мы составляем одно тело во Христе и со Христом. Как же нам идти путем идолослужения? В древнехристианской книге Дидахи, это глава девятая, она называется «Причастие», мы находим такие слова. Что же касается Евхаристии, совершайте ее так. Сперва о чаши «Благодарим Тебя, Отче наш, за святой виноград Давида, отрока твоего, который, виноград, ты открыл нам через Иисуса, отрока твоего, тебе слава вовеки. О хлебе же ломимом благодарим Тебя, Отче наш, за жизнь и ведение, которое ты открыл нам через Иисуса, отрока твоего, тебе слава вовеки, Как сей преломляемый хлеб был рассеян по холмам и собранный вместе стал единым, так и церковь твоя от концов земли дособерется в царствие твое, ибо твоя есть слава и сила через Иисуса Христа вовек. И от Евхаристии вашей никто да не вкушает и не пьет, кроме крещеных во имя Господня, ибо Иосем сказал Господь, не давайте святыне псам. И вот таким псом может оказаться христианин, который крещен, миром помазан, причащался, потом пошел в языческое капище и принял те удовольствия, которые предлагает мир. А сейчас капище – это, может быть, любая дискотека, где культ гедонизма, любой какой-то закрытый клуб – это та реальность, в которой мы живем, в которой мы находимся. Далее апостол Павел пишет с 18 по 20 стих. «Посмотрите на Израиле по плоти». Если он говорит об Израиле по плоти, значит, есть Израиль по духу. Израиль по духу – это христиане, которые не по плоти, но по духу происходят от Авраама Исаака Якова. «Посмотрите на Израиле по плоти, те, которые едят жертвы, не участник или жертвенника». Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Ибо я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Сначала апостол Павел говорит о положительном. Когда израильтяне едят жертвы, которые принесены Богу, они как бы приобщаются к святости. Но когда идолопоклонники приносят жертву идолам, потом вкушают ее, да, идолов никаких нету. В том смысле, что есть эти статуи, но нет этих выдуманных богов. Но демоны скрываются за культом Диониса, за культом Афинополлады, за культом Меркурия или Аполлона. И в этом есть серьезная опасность. И вот смотрите, откуда Павел берет эту мысль о том, что в идолых обитают бесы. Это второзаконие, 32 глава, 16-17 стих. Богами чужими они раздражали Его, то есть Бога, и мерзостями своими разгневали Его, то есть Бога, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, то есть так называемым богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы наши. Мы заимствуем этих новых богов этого мира, новые культы, новые формы разврата, распущенности. И это становится уже и нашей реальностью, и это страшно. Далее апостол Павел пишет, «Не можете пить чашу Господнюю, то, о чем он говорил ранее, и чашу бесовскую? Не можете быть участниками в трапезе Господней, в трапезе бесовской? Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» Вот этими словами, «разве мы сильнее Его?» Он говорит, мы не можем бросать вызов тому, который по праву Творца является единственным собственником во Вселенной, которым всё существует, движется. Он – жизнодатель, он – подлинный смысл возникновения мира и его конечной цели. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Видишь ли великую его, то есть Павла, мудрость?» Так как иной из них мог сказать, «Я совершен, я власти над собою, я вкушаю предлагаемое без вреда для себя», то он, Павел, говорит, «Положим, что ты совершен и властен над собою, но смотри не на это, а на то, не причиняет ли твое поведение какого-нибудь вреда или какого-нибудь расстройства, то и другое, он выразил словами, не всё полезно, не всё назидает, разумея, первое о нём самом, а второе о брате. Выражение «неполезно» указывает на погибель его самого, а не назидает на соблазн брата». Здесь опять же Павел касается этого вопроса. Ты знаешь, что никаких богов нет. Ты купил мясо, которое было посвящено каким-то богам, ну, ты понимаешь, что за этим могут стоять бесы, но в самой природе, в любой пище нет ничего нечистого. Нечистота – это произволение. И в дьяволах, и в демонах, и в бесах природа та же самая чистая, как пишет Дамаскин. Искажено их свободное произволение. И ты молишься над пищей, вкушаешь. Да, ты очень умный, ты всё понимаешь, и ты можешь быть прав. Но когда брат увидит, что ты сидишь в капище и ешь, когда сестра увидит, что ты принёс домой эту пищу, эти люди могут соблазниться. Поэтому церковь со временем выработала очень жёсткие правила, которые даже отлучали христиан от общения, если они вкушали идоложертвенное, и церковь потом приравнивала это к отречению от Христа. Павел пишет далее, 25, 27, 28 стих. «Всё, что продаётся на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Ну, как ты на торгу выяснишь, то ли это посвящалось богам, то ли нет. В конце концов, тебя могут обмануть. Значит, ты покупаешь, приносишь домой, ну, там, отмачиваешь, чтобы крови не было, потом читаешь молитву, благословляешь. «Всё, что продаётся на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет её?» То есть всё принадлежит Богу. «А всё, что создано Господом на земле, и наполняет её землю, всё это хорошо весьма. «Если кто из неверных позовёт вас, и вы захотите пойти, ну, например, неверный хочет задать какие-то религиозные вопросы, если кто из неверных позовёт вас, и вы захотите пойти, то всё предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Что значит без всякого исследования? Ты же не должен, придя в гости, спрашивать, «А это у вас что? А вот этот кусочек воткуда притащили? А вот это вино не было, или оно там в храме?» Вы будете выглядеть, как фарисей, книжник, не дотрагиваясь, не вкушая и так далее. Помолись и ешь. Сказа наша смертоносная, с молитвой. Ничего не повредит. И тут очень важно, чтобы было спокойствие совести. А если совесть тебя обличает, это индикатор, что ты что-то делаешь не так. Что в этом есть какой-то подвох, какая-то ловушка, какая-то западня. Но если кто скажет вам, то есть на рынке, или в гостях, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам и ради совести. То есть он проверяет вас. А будет христианин, это есть. Он объявил, это идоложертвенное. Вы говорите, не надо. А если вы скажете, ничего, я помолюсь, все будет нормально. Он подумает, я тоже помолюсь, и будет все нормально. Ты будешь молиться Христу, а он будет молиться Меркурию или Аполлона. И далее Павел пишет, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Это как раз эпиграф для сегодняшней нашей беседы по 10-й главе 1-го послания Коринфянам. 29-й стих. Совесть же, разумею, не свою, а другого. То есть он как бы говорит, я-то понимаю, как правильно, как неправильно. Но если кто-то из братьев может на мне соблазниться, и его совесть уничижит меня, он будет чувствовать себя неудобно. Я готов вести себя иначе. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Да, я веду себя свободно, я знаю, что можно, что нельзя. Но если кто-то соблазнится, я буду вести себя осторожно. Если я с благодарением принимаю пищу, то есть молюсь и благодарю Бога, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Я же не идола благодарю, не истукана, а истинного Бога. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Богу. Мы за все должны благодарить Бога, за все блага, которые мы получаем. Не подавайте соблазна ни иудеям, то есть если иудей к тебе пришел, ну не надо доставать кусок сала из холодильника, и при нем есть. Зачем? Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, не надо оскорблять и еленов, тем, что у них неприлично. Например, многие елены считали, что есть бобы очень неприлично. Зачем тогда вы будете из кастрюли там бобы доставать и вкушать их? Не церкви Божьей. Нельзя подавать соблазна. В церкви есть люди, которые по-разному понимают какие-то вопросы, и вы должны иметь об этом представление. Я помню, как в блаженной памяти патриарх Алексей II приезжал служить в храм на Большой Ордынке, когда праздник иконы всех скорбящих радостей, он при мне говорил отцу Борису, настоятелю Гузнякову, «Вы мне подсказывайте, я знаю, тут у вас особый молебен, такого больше нигде нет, как в вашем храме». И отец Борис книжку держал на этот случай и подсказывал патриарху так тихонько. То есть мы должны никому не подавать соблазна, а являться хорошим примером. «Так как и я», 33 стих, «угождаю всем во всем». Он угождает и иудеям, и еленам, и Церкви Божией, ищая не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. То есть очень важно, чтобы через нас никто не соблазнялся. Вот сейчас время поста приближается, чтобы не было так, что семья разделилась на две части. Одни называют других мисоедами, другие называют других фанатиками, там, как-то еще. Это неправильно. Мы знаем, что Бог благословил людей вкушать пищу. Книга Бытия, 9 глава, с 1 по 4 стих. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, дострашаться, и дотрепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки, отданы они, все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную, даю вам все, то есть теперь уже и мясную пищу, как раньше зелень травную, только плоти с душою ее, то есть мясо с кровью ее, с кровью ее не ешьте». Бытие, 9 глава, с 1 по 4 стих. То есть запрет есть совершенно абсолютный на вкушение крови. Он присутствует в заповедях Ноя, он присутствует в заповедях Моисея, он присутствует на апостольском соборе в Иерусалиме, книга «Деяния» 21-25, апостола Иисуса Христа постановили, а об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, то есть им не обязательно исполнять законы Кашрута, а только хранили себя от идола жертвенного, когда известно, что это идола жертвенная, от крови от удавленины и блуда. Кровь всегда скоромна, это подтверждается и правилами поместных соборов, вселенских соборов, и правил святых отец, и, конечно же, идола жертвенная. В каноническом праве церкви запрещается вкушение подобного. общий принцип, почему христиане должны были так поступать, это сохранение святости, истяжание ее, пребывать в ней и не расплескивать, и не терять ее. Итак, сегодня, братья и сестры, мы разобрали 10 главу первого послания Коринфянам первоверховного апостола Павла. Будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 11 главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал Акзегет, чтобы вовремя получать информацию о беседах, и берегите себя. Продолжение следует...